Российская зима из-за своей вечной неожиданности часто оборачивается настоящим кошмаром для людей. И самым безобидным в этой ситуации становится снег, который парализует движение в населенных пунктах. Внезапно выясняется, что городские коммунальные службы не способны оперативно его чистить, как в Саратове, так и в Москве. Этой зимой предприимчивые граждане даже начали писать фамилию Навальный на снежных сугробах, чтобы их активнее убирали. Где-то это сработало, где-то надпись просто затаптывали. В ряде случаев надписи с фамилией Навальный и других российских политиков дворники просто игнорировали. Отдельная история ужасов отечественной зимы – это гололед. Если в центрах городов с ним как-то борются, то в спальных районах лед игнорируется. В итоге он нарастает в таком объеме и в такой форме, что становится опасен для людей. Например, Татьяна Неконорова сломала поясичный позвонок из-за падения на нечищенной дороге. В этот же день женщина, напомню, упала головой, и у нее гематомы, и она в первую советскую ее отправили на скорость. И еще одна третья тоже в поселке Юбилей не крестит слова. Кроме того, саратовские городские власти решили посреди зимы бороться с открытыми люками. Это началось после падения и гибели пятилетнего ребенка в одном из них. Из-за снега он просто не заметил дыру в земле. Опасность саратовцев ждет не только под ногами, но и над головой. В этом году на подростков в центре города несколько раз падала наледь. Такие истории заканчивались травмами и госпитализацией в больнице. Зимой проблемы постерегают людей и в их собственных домах. В поселке Карло Маркса, что неподалеку от Энгельса, в большинстве многоквартирных домов не было отопления с осени 2017 года. А в поселке Илшанка жильцы одного из домов живут без отопления три года. К этому добавились прорванные трубы, из-за которых зимой затопило квартиры людей. А село Красноармейское в январе затопило нефть из трубы компании «Транснефть». Топливо загорелось. В итоге имущество людей либо было уничтожено огнем, либо оно сильно пострадало. Компенсации от «Транснефти» остались довольно не все. У некоторых жителей села просто нет денег, чтобы содержать выданные городские квартиры. Компенсации от «Транснефть»